В половине 11 вечера 27 ноября в региональное МЧС поступило сообщение о крушении вертолета Робинсон Р-66 в районе населенного пункта Вязовец Кисовогорского района. Вертолет упал в поле, возгорания винтокрылой машины не было. На место немедленно выехали отделения пожарных частей и аварийно-спасательная служба региона. На месте крушения обнаружены тела двух мужчин, пилота 68-го года рождения и пассажира 75-го года рождения. На месте работали представители Следственного комитета. Следователями Северного следственного дела на транспорте, Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего неосторожности смерть двух и более лиц. Установлено, что в вертолете находились братья Курылёва. Старший Александр был профессиональным пилотом, обладал титулом абсолютного чемпиона мира. Младший Дмитрий поднялся в воздух в качестве пассажира вертолета. Следователям проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия причины произошедшего. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Ход расследования поставлен председателем Следственного комитета России на контроль в Центральном аппарате ведомства. Об окончательных выводах следствия по факту крушения вертолета мы сообщим в патрульной службе. Сотрудники полиции просят жителей региона помочь в восстановлении личности человека, подозреваемого в краже продуктов из магазина «Пятёрочка». По факту кража в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело. Телефон для связи 422710. И ещё раз посмотрите на этого человека, который похитил из магазина товар на 17 тысяч рублей. Кража совершена в магазине «Эльдорадо» в торговом центре Рубин. Прогуливаясь по залу, молодой человек как бы невзначай забирает и припрятывает понравившиеся вещи. По факту кражи руководство магазина обратилось в полицию. Мы же обращаемся ко всем, кто узнал этого человека и может сообщить о его местонахождении. Позвоните в городской отдел полиции по указанному телефону. Ваша информация необходима следствию. Субтитры создавал DimaTorzok